АВИАСАЛОН Мы выходим с ним на прямую связь. Павел, здравствуйте. Расскажите, как идет подготовка к авиашоу. Здравствуйте, Наталья. До официальной церемонии открытия МАКС-2017 остается совсем немного времени. Но сегодня с утра здесь, в Жуковском оживлении, специалисты авиаотрасли встречаются, общаются друг с другом, посещают различные тематические площадки. И, конечно, все ждут приезда Владимира Путина. Глава государства, традиционный гость на авиафоруме. Сегодня здесь, на МАКСе, у президента запланировано, помимо осмотра экспозиции, еще и совещание по вопросам отечественного авиастроения. Авиационно-космический салон стартует воздушной программой. Она не раскрывается в деталях, но на репетиции мы видели фрагменты. Наши пилотажные группы продемонстрируют групповой полет на четырех новейших истребителях Су-35С. Такого публика еще не видела. Особое внимание рыцарям из Объединенных Арабских Эмиратов. Именно так называется эскадрилья ВВС этого ближневосточного государства. На репетиции они полностью выполнили свою программу. Конечно, очень красиво. Гости летают на итальянских легких истребителях. И что особенно важно, в разговоре с нами один из пилотов признался, что наш Су лучше. Например, Т-50. Это новая Сушка, призванная прийти на смену легендарному Су-27. Самолет нельзя назвать новинкой. Он летал на Максе, но в статусе разработки и серийное производство начнется в следующем году. А потому сегодня специалисты оценят машину в ее окончательном варианте. Среди вертолетов обращаем внимание на модернизированный военный транспортник для спецназа Ми-171. Технический облик этой машины был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в Сирии. На весь отечественный авиапром мир смотрит сегодня сквозь призму операций российских ВКС в Арабской Республике. Успехи наших летчиков повысили авторитет российского самолетостроения. Вот лишь одна цифра экспорт российского вооружения и военной техники для ВВС в первой половине 2017 года составил около 2 миллиардов долларов. Это данные Рособоронэкспорта. В программе салона, рассказали организаторы, будут задействованы 200 воздушных судов. Из них 84 мы в ближайшие дни увидим в небе. Еще 116 летательных аппаратов производители продемонстрируют на стоянке. И вот здесь сразу же бросается в глаза многоцелевой МиГ-35, проходящий сейчас летные испытания. Машина высокоточным оружием способна поражать наземные и надводные цели из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника. А вот хедлайнер гражданской авиации среднемагистральный МС-21 сейчас тестируется в Приморье на незначительных расстояниях. Кадры первых полетов гостям церемонии открытия обещают показать в режиме видеотрансляции. И, конечно, ждем исторического взлета. Легендарный летающий танк, штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2, должен также подняться в небо. Это, кстати, единственный в мире летающий экземпляр. Не забываем, что «МАКС» — это авиационно-космический салон. На выставочных стендах мы увидим семейство ракет-носителей «Союз», «Спутников» и других космических аппаратов. А еще те, кто мечтал побывать на борту Международной космической станции, смогут сделать это здесь. Будет представлена модель МКС, правда, в 50 раз меньше. Любой подобный форум — это не только зрелище, но и деловая программа. В этом году в Жуковском ожидают 770 компаний из 30 стран. Сумму контрактов подсчитают, естественно, по завершению. В Минпромторге особо подчеркивают значимость «МАКСа» для малых предприятий. Речь идет о производителях комплектующих. Небольшие компании на такой масштабной площадке смогут заявить о себе и наладить диалог сразу со всеми участниками рынка. Итак, официальная церемония открытия «МАКС-2017» совсем скоро. Пилоты говорят, видимость миллион на миллион, а это значит, ждем отличных выступлений и все взгляды устремляем в небо. По традиции, первые три дня салон будет открыт и салон будет работать только для специалистов. А далее посмотреть за выступлениями пилотажных групп смогут все желающие. Русские витязи, стрижи и не только покажут в небе яркое шоу. Впервые в небо поднимутся и асы из Арабских Эмиратов. Семь самолетов ровно по числу Арабских Эмиратов. Все самолеты именные, с именами летчиков на борту. Итак, Дмитрий, я повторю, что салон, 13-й международный салон открыт. И с минуты на минуту здесь ждут появления президента. В этом году у Макса юбилей. Он отмечает свое 25-летие. Макс действительно вышел на высокий уровень. Стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. В ближайшие несколько дней здесь, в Подновсковном Жуковском, будет развернута обширная экспозиция. Запланирован целый ряд переговоров и подписания крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренней и на зарубежные рынки. Вот мы уже знаем, что Владимир Путин посмотрел среднемагистральный наш самолет пассажирский МС-21. Ему его показали на стенде корпорации изготовителя. И, кстати, уже известно, что по этому самолету МС-21 уже есть первые контракты. Как нам сообщили в пресс-службе, 15 самолетов в лизинг намерено взять отечественная авиакомпания ВИМ-Авиа. Кроме этого, Владимир Путин посмотрел другие экспонаты авиасалона МАКС-2017. Космическую отрасль ему показали, потому что здесь это все представлено достаточно обширно. И Владимир Путин, он сообщил после этого, высказал свое мнение, что, в принципе, в России достаточно большой потенциал авиастроительной отрасли. У нас есть что предложить. За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка. Проведена серьезная модернизация мощностей. Реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники. В их числе вертолет К-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере. Потенциал этих отраслей будет укрепляться и в дальнейшем. То, что перечислил Владимир Путин, и здесь еще дополняют эксперты, наибольший интерес вызывает. Это среднемагистральные самолеты МС-21, о котором мы уже упоминали, сухой суперджет, а также продукция военного назначения, как самолеты, так и системы противовоздушной обороны. И прежде всего сейчас на МАКСе российские предприятия стараются предложить и отечественным, и зарубежным контрагентам прежде всего технологии. То есть это и комплектующие детали, и программное обеспечение, и авиасимуляторы, авиатренажеры. Очень широко представлены дроны. Но в связи с этим возникает вопрос, сможем ли мы торговать всем этим, например, с зарубежными покупателями. Поскольку сейчас, насколько мы знаем, Россия находится под санкциями. И вот что по этому поводу сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Санкции никоим образом сегодня уже ни на что не влияют. На сегодняшний день производство комплектующих, производство тех или иных компонентов, в частности для авиационной техники, переместилось либо на других клиентов, других поставщиков, которые не поддерживают санкции. Но чаще всего этим стали заниматься, собственно, российские предприятия. Ну и сейчас можно отметить, что продолжается авиашоу, продолжаются показательные полеты. Уже прошло звено вертолетное с показательными полетами. Затем прошли несколько самолетов авиакомпании СУ, Т-50. В общем, сейчас это главная, главная, главная зрелищная часть мероприятия. «Верколеты в единстве, вверх и 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 вверх. Вверх и 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 в Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...